Послушайте, у нас не называется программа «Здоровье». Как найти бабу для того, чтобы не залететь и не заболеть на стороне? У нас тут «Давай поженимся». Сюда приходят люди для того, чтобы посидеть и жениться. Я Лариса Бузеева. Это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас невесты Ольга, Елизавета и Татьяна. Жених у нас Евгений. Здравствуйте. Проходите. Евгений, 45 лет. Его семейному счастью помешали проблемы с законом. Каждый раз доказывал свою невиновность в суде, а доказать что-то своим женам не посчитал нужным. Евгений, управляющий топливной компанией в Чехии, много путешествует, занимается тайским боксом, катается на горных лыжах и спортивных машинах. Гордится своим дворянским происхождением и мечтает о долголетии. Евгений не свяжет свою жизнь со слишком худой, короткостриженной провинциалкой. Женится на ухоженной и самодостаточной москвичке, которая готова постоянно развиваться и родить ему наследника. Я пацаном еще на зоне отпахал, и меня боялись даже тетеньки в роддоме. По вечерам перо в кармане я таскал, и пон держал в седьмом микрорайоне. Зал душу берет, но я так ни одной песни так и не выучил. Чего так? Нельзя было. Новый порядок. Это подарки нам или что? Давайте я с подарков начинаю. Давайте подарки. Не оттуда. Это не оттуда. Такое я не умею. Это вот такие вам тарелочки. Ну как-то если не своими руками, спасибо, роднушечка. А это... Это такие небольшие сувениры из Фраги. Спасибо. Василиса появляется редко, но метко. Видишь, как красивый подарочек. К сувенирам как раз. Да, это кобальт и настоящее золото. Чего? То есть они расписаны социальным золотом. Да ладно тебе. А я-то думаю, ладно. Какая пшельница. Да, это социальное золото. Только не надо состребать и себе делать кулончик из этого. Ладно, Роза? Ну, первое впечатление я тебе хочу сказать обманчиво, но вроде выглядит достойно. Я знаю, что у вас видео есть. Ладно, подарки получили. Давайте посмотрим, откуда они такие подарки получили. Добрый день, милые участницы программы «Давай поженимся». Меня зовут Евгений. Я сегодня решил сделать небольшую романтическую экскурсию по городу, в котором я живу, до города Прага. Это очень романтическое место для всех влюбленных. Пока я дошел до Старогородской площади, это самая знаменитая площадь в Праге, вышло солнышко и освещает теперь эту площадь. Здесь создаётся от солнышка весеннее романтическое настроение. Это так называемый Пражский град. Сейчас мы зайдём внутрь. Очередь была, конечно, небольшая, но что не сделаешь для участниц программы «Давай поженимся». Здесь очень красиво. Здесь можно увидеть всё. А домик, это среди них есть ваш домик там? Нет, нет, моего дома. Моего дома нет в центре. Я нахожусь недалеко от Карлова моста. К сожалению, солнце мешает мне снимать сам мост. Но я попробовал поставить так камеру, что его сзади меня хорошо видно. И здесь тоже вашего дома не видно, да? И здесь не видно, да. Это исторически-то сопримечательство, там никто не живёт. Язык уже знаете? Да, в совершенстве, так же, как на русском говорим. Мне приходится закончить своё видео знакомство с вами, потому что формат передачи мне не позволяет сделать больше видео. В Праге, конечно, можно снимать бесконечно. Очень много красивых, романтических мест. Жених показывал, да, все те места, где я была. Так интересно, много общих. Как вы оказались первый раз на чужой сторонке? Ну, была... Мы жили в России, был первый брак у меня, первая жена. У неё возникла идея переехать в Европу для постоянного места жительства. Это был ещё 2003 год. И была выбрана Прага, Чехия, потому что там, в общем-то, на тот момент было просто получить вид на жительство по бизнесу. Достаточно было зарегистрировать фирму. Когда всё это сделал я, я поехал первый. Она прилетела позже. Резко у неё поменялось настроение. Она не хотела уже почему-то жить за границей. Хотелось, в общем-то, назад вернуться в Россию. Я её понимаю. Ну, и она вернулась. Детей не нажили в том браке? Нет, у меня дочь там, дочери 24 года, она живёт в России. Он думал только о бизнесе. Понимаешь, а ей, может быть, сложно было. И язык, понимаешь, надо выучить, с кем-то общаться. Я уже начал заниматься бизнесом. Причём я попал фактически в струю. И через месяц после приезда я уже открыл офис в центре Праги. У меня была рабочая, хорошая идея, которую я реализовал. Ну, в общем-то, жена начала ставить условия. Давай сразу купим дом, давай сразу купим хорошие дорогие автомобили. Я говорил только что, давай подождём, посмотрим. Нужно выучить язык, нужно адаптироваться, интегрироваться. Потом будем заниматься покупками. Ну, ей нужны были какие-то тылы, какие-то гарантии. Потому что ваш бизнес, раздербанить, и в случае развода очень проблемат. И правильных адвокатов там нанимаете и так далее. А когда у тебя есть недвижимость в браке приобретённая, то это гарантия, хочешь не хочешь, но вам придётся отломить половину. Так и получилось, да. То есть, фактически, она фактически для себя решила, что лучше сейчас развестись. Конечно, пока есть хоть что-то. И разделить имущество. Вам не кажется, что вот он что-то скрывает? Однозначно. Когда начались проблемы с законом? У меня были фирмы, которые занимались торговлей нефтепродуктов. В этих фирмах я не был директором. Но одна фирма была замечена в каких-то операциях. Было возбуждено уголовное дело в отношении директора этой фирмы. А у вас было право подписи? Нет, нет, абсолютно нет. То есть, вас невинно прямо вот, да? Как все говорят, ни за что. Нет, дело в том, что у нас суд решает, кто виноват, а кто преступник. Короче говоря, по экономическим преступлениям. Так вот, суд счел меня невиновным, более того, непричастным. Вы отсидели в такую там кроху 30 дней, что ли? Нет, это очень долго. 14 месяцев. Ого. 14 месяцев тюрьмы, за это более 100 тысяч долларов я достал компенсацию от Министерства финансов Российской Федерации, плюс публично принес извинения прокурор. 14 месяцев. А прокурор принес вам публичные извинения? Ну, конечно, от лица государства. Это закреплено в уголовном кодексе. То есть, я был оправдан по реабилитирующим основаниям. Молодец то, что он вышел из этой ситуации с честью, все это выдержал. Вы второй раз женились на чешке? Второй раз просто я встречался с женщиной, и она мне фактически поставила ультиматум, что она хочет сохранить ребенка, она беременна, и аборта не будет. Да. В общем, ну, а я сам вырос без отца, потому что мой отец погиб, когда мне был месяц. Ну, и вы, в общем-то, решили. Он поступил порядочно, поэтому я сказал, давай, ладно, хорошо, пусть ребенок родится в браке. Не везло ему ни в любви, и с законом тоже такая ерунда вышла. И что случилось во втором браке? В общем-то, в принципе, у нас не было настолько хороших отношений, плюс встал вопрос о передаче у меня в Российской Федерации. Опять? Нет, не опять, это по этому же делу, по которому я потом находился в России в СИЗО. По этому делу стал вопрос, либо я прикрываюсь чешским гражданством, европейским, и отказываюсь официально от того, чтобы я буду выдан в Россию, но я никогда не смогу заехать на родину. То есть любой путь на родину шел только через тюрьму. Потому что... И вы выбрали то, что выбрали. Я решил отказаться, написал официально министру юстиции письмо, что я отказываюсь, и я готов к уголовному преследованию в России. Меня выдали они. Жена вас поддержала во всей этой истории чешской? Нет, жена сразу начала заниматься тем, что... Поделила то, что осталось? Нет, она не могла поделить, потому что у меня был брачный контракт. То есть к ней отошла квартира по контракту, я купил ей квартиру, потому что у нас уже с ней был сын. Я купил ей машину, она забрала квартиру и машину. У меня остался дом, осталась еще одна квартира в Праге в центре, и один автомобиль. Конечно, его решение было волевым, то, что он ценит, скажем так, связь с Россией, и не стал скрываться в Праге. Откуда появилась студентка? Когда? Ну, это уже в Праге, да. Это были последние мои серьезные отношения, самые яркие. Это я вернулся в Прагу, я познакомился с девушкой, ей было 24 года. Все моложе, моложе у вас. Да, так вот получается у меня. Вот смотри, мне нравится, как он рассуждает, вот не по своему возрасту, не по старковски, когда, вот по современному. Ну, конечно, потому что он питается энергией молодых девушек, с которыми встречается. Я как мужчина хорошо к ней относился. Возили по миру? Да, мы постоянно путешествовали. Я купил ей машину, потому что у меня дома в пригороде, чтобы она могла ездить на занятия и в Прагу. Ну, там хоть немного, 15 километров нужно было проехать. И она из благодарности и из-за любви вам казалась, что она вас безумно любит? Да, мне казалось, что она безумно меня любит, потому что действительно, ну, наверное, такого отношения к себе я еще не видел ни от одной женщины. А потому что такие подношения в виде машин закончились, когда поняли, что она вас не очень сильно любит, а предпочла других, более богатых. К сожалению, да, у нас просто была ситуация, когда мы полетели в Египет, там познакомились с владельцем отеля. У него была официальная любовница, русская девушка, которая приезжала к нему, какое-то время у него находилась. Просто они пригласили нас вместе на яхту. В процессе этого общения, эта девушка, эта любовница, как каждая женщина начинала рассказывать той моей девушке, какие бриллианты он ей подарил, какую квартиру он ей купил в Москве. Но там пахло деньгами, понимаете, большими. Ну хорошо, там пахло деньгами, но ты же не знаешь, что она остается на этой яхте, и ей эти же самые бриллианты перепадают. Она же должна как минимум раздвигать ноги перед теми, кто ей будет дарить. Ну это понятно, понятно. В общем, она осталась. Нет, она не осталась, мы вернулись в Прагу. Она была беременна от меня, потому что она хотела этого ребенка, хотела замуж. Потом она резко поменяла свое отношение к жизни, сказала, нет, я ничего не хочу, ребенок для меня рано. Вообще это была ошибка, я хочу путешествовать, хочу развлекаться, отдыхать, я не хочу работать. Где она сейчас? Я ничего не хочу делать. Сейчас она на интернете ищет дальше богатых мужчин, которые дальше, наверное, ей там что-то купят, куда-то ее отвезут и так далее. Скажите, пожалуйста, Евгений, вам дофига лет, у вас дофига детей, у вас дофига было жен, что в вас не так? Скажите, что вы, вот уже сейчас с нами, вот тетями взрослыми, по-честному, что не так в жизни было? Почему ни одна из этих ваших жен и женщин не оценила вас по достоинству? Ну, наверное, не было любви просто. Может, это Леля, я считаю, что ему попадались не такие мудрые женщины, как ты. Да, согласна с тобой. Нужно брать более-менее ровню, да? Ларис, ты по возрасту сейчас говоришь? Потому что если он говорит 25 лет, и такая девушка, вряд ли бы родители согласятся иметь ровесника зятя. Почему? Нет, я, например, хочу, чтобы у моей дочери был взрослый мужчина. А зачем ей нужен щенок, у которого будет глаз жадный по сторонам? Ларис, ну не сразница 20 лет, Ларис. Ну и что, пусть и в 20 неплохо. А если у него пипирка работать уже не будет? Чего, а что ж, не мается, что ли, теперь? Лучше с молодым, что мы обеспечим. Ларис, ну что? Что наших девчонков? А у молодых работает, как ты говоришь, пипирка, на стороне тоже очень неплохо. Да ладно, зато работает, Лариса. Мы-то знаем. Беда-беда. Ну по нему видно, что ему хочется вот какой-то активной жизни, какого-то движения. Что вот он видишь и спорт любит, у вас могло бы там какое-то общее увлечение. Детей еще хотите? Ну он говорит, нужна молодая. Да, если речь идет о браке, и если наши отношения будут все-таки к браку идти, то брак не имеет смысла, если не рождается. Послушайте, у нас не называется программа «Здоровье». Как найти бабу для того, чтобы не залететь, и не заболеть на стороне. У нас есть «давай поженимся». Сюда приходят люди для того, чтобы впоследствии жениться. Брак – ребенок. Равняется ребенок. То есть нет ребенка, нет брака. Женечка, меня знаете, что вас радует? Что вас не обобрали как липку до конца, и у вас еще силы ездят. И недвижимость у вас там дофига. Еще есть чем делиться. Еще есть чем, да, поделиться. Ну а что, будем спасать, как говорится, девушек. Роза. Что, Роза, у вас вон 100 гектаров земли в Омске, земли храни. Все хорошо, пусть поделят. Ну что, со всяким телом поспите. Ой, знаете, я вот все, я убеждаюсь все время. Есть тип мужчин, называется самцы. И ничего с вами не поделаешь. Это про вас, это поговорка, что горбатого могила исправят все. Вы абсолютный сластолюб. Вот просто к бабке не ходи. При этом вы успешный, везунчик, действительно сыто живете, многое в жизни видели. Зачем вам ровесница, пожилая, мудрая женщина, вы с ней или на ней умрете просто... От тоски? Конечно. И скажете, затаскуете, еще и сопьете с чего доброго. Конечно, вам нужна вот такая бандитская жена. Вот такая из 90-х. Если многие приходят и говорят только, чтобы никаких нарочек... Но я утрирую, чтобы никаких нарочных волос, никаких там ресниц, вам нужна как раз такая яркая... Знаете, в Одессе были такие раньше. Вот они были все губастые, сисястые, ногтястые, попастые. Вот прямо такие у них папы были моряки дальнего плавания, привозили яркие вещи. И вот они себя несли по этой жизни. Да, они были такого полубандитского, полумалиновского такого типа, но очень интересные. При этом и с хорошей в себе, и с высшим образованием. Но спать она вам спокойно не должна давать. Конечно, вы должны и подревновывать ее, продолжать. И у вас должен был стимул. Ну, тем более, и стимул для того, чтобы зарабатывать еще больше машин, домов и так далее. Она, конечно, вам должна нервы мотать. Ну, а на все остальное, пока у вас будет на нее функционировать организм, будете закрывать глаза, как всегда. И когда в 76 лет придете к нам еще раз, будете рассказывать еще 7 дополнительных историй, как под копирку, похожие на предыдущие. Жизнь вас нифига не учит. А может быть и правильно. Но вот такой вот тип. Евгений следит за собой, он занимается спортом. Выглядит хорошо. Да, правильный образ жизни. Это все его плюсы. Ну, и что звезды? Я думаю, что очередные ваши пробные и испытательные знакомства с девушками могут заканчиваться тем же, что и раньше. Особенно, если вы последуете совету Ларисы. Она все правильно говорит. Действительно, такие женщины вам нравятся, только чем все заканчивается? Идите, знакомьтесь с первой невестой. Евгений, здравствуйте. Меня зовут Оля. Очень рада знакомству. Очень приятно, Ольга. Это вам цветы, аккуратно. А это я заказываю одному художнику. Он делает вручную такие акварели для меня. Это вид, романтический вид Праги. Ольга, 28 лет. Занимается мелким бизнесом в сфере продажи автомобилей. Подрабатывает фотомоделью. Любит ходить по клубам и ресторанам. Мечтает о загородном доме с курочками. Признается, что позволит своему мужу завести любовницу. Ольга сбежала от возлюбленного после того, как он признался ей, что бывшая жена ждет от него ребенка. Надеется, что с Евгением она будет счастлива. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Уважаемые и дорогие ведущие, мне хотелось бы вам преподнести цветы. А нам бы как хотелось. Просто клумбы. Просто клумбы. Веселисы, это вам. Вы мне очень симпатичны. Вы всегда так токсичны. Спасибо. Эффект. Спасибо. Это красота невероятная. Девчонки порадовали. Ну, это правда. Ну, это безумно красиво. Ну, просто какое-то чудо-чудное. Очень красивое платье, прям кукольное. Она в нем статуэточка и очень идет. Ольга, зачем вы в свои 28 лет объявляете о том, что разрешите иметь любовницу на стороне вашему мужа? Лариса, я, наверное, уже взрослая девочка, и я давным-давно сняла розовые очки. И как бы я, наверное, знаю, что каждый достойный мужчина в своей жизни, наверное, имеет любовницу. Ну, просто, наверное, жены не хотят это разглажать. Ну, знаете, во-первых, не каждый. Не каждый? Нет, это я вам теперь хочу сказать, как более взрослая девочка, я вам хочу сказать. Во-первых, не каждый. Понимаете, есть среди мужчин и непомоечники. И вот те, которые помоечники, их гораздо меньше, чем порядочных. Поверьте мне. А потом, когда ты заявляешь, что можно, то мужчина, который даже и не думал об этом ни разу, и думает, ну, если моя настаивает, я, в принципе, нет. Ну, раз, ну, моя сказала, пойду на еду, за язык не тянул. Дорогой, я тебе уже немножко поднадоела. Да, ты можешь завести любовницу. Ты можешь завести любовницу. Хочешь, я тебя с кем-нибудь познакомлю? У меня есть одна примете, там одна. Но вы были в ситуации, когда ваш возлюбленный был женат? Да. Нет, он не был женат, у него был официальный штамм о разводе. У него был ребенок. А, да, у него был ребенок. И для вас не было секретом, что иногда он ходит к ребенку? Да, потому что это же нормальное явление, ходить в гости к ребенку. Да, и предположить не могли ни одной секунды, что, идя к ребенку, он может отдохнуть в кровати бывшей жены, да? Да, на то время я об этом не думала. И как он вам сообщил, что его бывшая беременная? Вы знаете, едем мы однажды в машине. То есть я смотрю, что он пару дней, несколько дней ходит такой вот мрачный. Я у него спрашиваю, что с тобой? И вот он мне здесь выдает. Это моя жена бывшая беременная. Огромный процент мужчин, разведясь, продолжают с бывшими женами, и жены не противятся, как бы для них даже и измены не считается. Ты не боишься, да, что всплывут какие-то старые отношения? Видишь, у него было 4 брака. Не переживаешь, что всплывут какие-то старые? Я считаю, что переживать нужно ему, а не мне. А вот вы дом хотите с курочками? Вы прямо так хотите фермерством заниматься? Нет, вы знаете, Роза, на самом деле это моя мечта, иметь домик где-нибудь в Подмосковье, обязательно завести курочек, чтобы они несли домашние яйца, и чтобы с утра делать... А мы чтобы золотые яйца нес с вами. Да. А что у вас в коробке-то? Прямо с интегрировала. А это вот для Ольги. Сейчас мы посмотрим, подождем, какой там будет сюрприз. Здесь 3 игрушки. Когда ты перевернешь любую игрушку, можешь выбрать. Там написано действие, которое ты должна сделать. То есть можешь выбрать любую игрушку. Кисми. Кисми, поцелуй меня. Спасибо. Это тебе игрушка. Спасибо. Спасибо, дорогой. У вас есть 3 бонуса. Семейная тайна или традиция. Скелет в шкафу или минута наедине. Что вы выбираете, Евгений? Ну, я, пожалуй, выберу минуту наедине. Конечно, я не сомневаюсь. Проходите, мы пока последничаем. А ты кусок мяса кому предназначалась? Да. Евгений. Мясо берите, там доедите. Мясо? Надкусите еще. А можно мясо оставить обрату и другу? Я после 5 не ем, чтобы не портить фигуру. А он еще и не ест, к тому же. Да, после 5 часов я не ем. Вы знаете, а я на ночь всегда кушаю. Вы посмотрели. Вот, он высокий и аппетит хороший. Я официально аккредитованный. Расскажите потом вкусное время, хорошо? Да, вот так. Ольга, какие тебе нужны отношения? То есть к чему ты как конечная цель? Наверное, уже серьезно. Ну, видишь, некоторые серьезными отношениями называют, например, сожительство, да? Гражданский брак, так называемый. Или у тебя цель уже семья, ребенок. И вот именно в этом русле ты планируешь свою жизнь направить. Евгений, просто я так рассуждаю. Официально штамп в паспорте ставить я не хочу. То есть для меня у меня такое ощущение, что меня забирают в мою свободу. Штамп в паспорте можно ставить, когда уже, может быть, девушка будет беременна. И то есть, чтобы узаконить ребенка, и вот отношения можно же там в паспорте ставить. Но для того, чтобы его поставить, нужно вначале прожить, наверное, где-то год и понять, а совместимы ли мы в общении. Не, ну, это понятно. Не говоришь, что мы завтра пойти там и пожениться, или через неделю. Это, наверное, неприемлемо, чтобы люди там бежали и заключали браки. Я говорю, вообще, в принципе, конечная цель. Серьезные отношения, да? И чтобы они уже шли к браку, наверное? Нет, мне нравится эта порция борща. Или шинкали. Один. Как-то вы там задержались, я бы сказала. Евгений, я, наверное, приглашаю вас на сцену. Евгений, в старину, с древних времен считалось, что как только входишь в новый дом, нужно молодоженам первую пустить курицу. Вот. Поэтому помоги мне ее, пожалуйста, поймать. Хорошо. И я тебе открою секрет. Давай. Идем, лови. Эротично ловля, когда она таки-то ловит. Ты не боишься? Стои, ты. Давай, давай, давай. А что они их не ловят? Боится. Давай вот это вот, она более спокойна. Молодец, покажи, что ты еще можешь что-то. Давай, лови, лови. Давай, давай. Вот, молодец. А бантик? Бантик нет? Браво, молодец. Не прошло и сутки секунд. Сейчас, одну секундочку. Теперь нам нужно завязать бантик на курочку. В смысле, вы ей шею свернуть как-то? Ой, не боюсь. А может, она еще яички снесет нам? Через крыло, аккуратно. Не бойся. Давай мы ее так вот завяжем. Евгений, с этих пор эта курица вам будет приносить достаток и нести золотые яйца. И, конечно же, если вы нас не заберете к себе в Чехию в дом, то я вам буду готовить с утра яичницу. Ну и дура. Оля, забирайте цветы, подружек и проходите в свою комнату. Максим, по пятибалльной за мясо сколько ставите? Четыре с половиной. А как вам Ольга? Я считаю, что Ольга достаточно интересная девушка. С правильными, на мой взгляд, устремлениями, желанием создать очаг, какое-то хозяйство даже. Ну и, по крайней мере, как минимум, мой брат всегда будет сыт. Его брат оценил по достоинству. Твои таланты. Ну, мне девушка понравилась, конечно, в общем-то, я не совсем с ней соглашусь, что нужно разрешать мужчине изменять или с этим мириться. Я как бы не собираюсь заключать брак. Она когда сказала, что я разрешу своему мужу иметь любовницу, это говорит о том, что я согласна на жизнь с мужчиной без любви. Ну, неправильно, неправильно просто поняла. Она молодая, красивая, соглашается на все. Понимаете, все при ней, почему бы не отродить ребенка. То, что нужно. Я думаю, это тот тип, по-моему, женщины, на которые мужчины обращают внимание. Что там говорить? На мой взгляд, Ольга очень плохо раскрылась. Она не отразила себе настоящие здесь ни капли. Она очень высокого о себе мнения. Солнце в соединении с Юпитером огненное. Она не просто умеет притягивать внимание, она все в жизни делает для этого. Она будет очень стараться быть звездой рядом со своим мужчиной. Но, к сожалению, это не гарантирует ее лебединой верности тоже. Потому что она способна переключать свое внимание. Ей нужен мужчина действительно успешный. Тот, который будет тянуть на себе ее и ее нужды. Я не могу открыться людям, кого я не знаю. То есть мне нужно знать человека, чтобы они поняли, кто я. Проходите и знакомьтесь со второй невестой. Здравствуйте, Евгений. Меня зовут Лиза. И я приехала из северной столицы специально, чтобы познакомиться с тобой. Очень приятно, Лиза. Это тебе цветы. Спасибо большое. Елизавета, 26 лет. Профессиональный тренер по бодибилдингу и фитнесу. Все свободное время посвящает спорту. Признает то, что порой бывает вспыльчивой. Гордится своей мамой. Мечтает купить автомобиль. Елизавета с легкостью увела возлюбленного из семьи, но стать его единственной и любимой женщиной не смогла. Надеется, что Евгений не обманет ее надежд. Какая вы хорошенькая. Плачка все прикрыла, скромная. Довольно милая, красивая девушка. Он спортсменка. Это приступает. Он же тоже спортом занимается. Он же хотел спортивной девушке. Согласна. Хорошая фигура у нее. Скажите, пожалуйста, если вам кажется, что ваш избранник вас не любил, зачем он тогда ушел от жены? Человек неопределенный. То есть он вроде сначала думает, что он любит одну, потом кажется, что он любит свою жену. Ну, не мог определиться какое-то время. Нет, когда ему, что вполне допустимо, показалось, что он все-таки любит свою жену, вы ведь его не отпустили. Нет, его не отпустили. Нет, не отпустили. Вы стали за него бороться, не отпускать его к семье. Потому что я его любила. Я влюбила за него. А он вам не принадлежал. А вот я, например, люблю вот эти сережки Василиси. Но они ее. А я их очень люблю. Я же не могу их забрать, понимаете? Потому что они мне нравятся. Я тогда была слишком молода, мне был 21 год. Ну, уже достаточно для того, чтобы соображать, что если это не ваше, то не надо. Лучше отступиться. Ой, а вы знаете, я на первом этапе отношений вообще об этом не думала. Я просто в него влюбилась. И моей целью было сделать так, чтобы он... Был с вами. Был со мной, да. Я думаю, что, конечно, она поторопилась с ним. Связывать какие-то отношения. Да, да, да. Пока он не развелся. Раз, да. Но он ведь ждет с надеждой, да, что когда вы перебеститесь, вам исполнится лет 45, вы к нему все-таки вернетесь? В данный момент он тоже ждет, потому что... Откуда знаете? Во время... Он же это все бла-бла-бла. Ну, я с ним поддерживаю. Какое-никакое отношение. А зачем? Он же вам родственник. А может быть, вы встанете? Относиться, вот когда, если у вас все сложится, к тому, что ваша женщина, какие-никакие отношения поддерживается с вами бывшим? Ну, они же дружеские. Да, потому что нужно сначала определиться с бывшими отношениями, потом уже куда-то... Я считаю, что если он тебе не родственник, и ты с ним рассталась, и вас ничего не связывает, к чему это? Если я сейчас буду поддерживать отношения со всеми девушками, с которыми у меня были отношения, тогда, наверное, вообще никаких отношений нельзя построить. Ей, мне кажется, неудобна та ситуация, которую они обсуждают, что она убила мужчину из семьи. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время. Пока реклама. У вас два бонуса – скелет в шкафу и семейная тайна. Ну, пожалуй, выберу семейную тайну. Есть такая? Есть семейная тайна, но она больше, наверное, не семейная, а моя личная. Я отрицательно, крайне отрицательно отношусь к алкоголю, потому что в моей жизни был очень печальный опыт. Как-то с группой своих сокурсников мы решили выпить. И после второго выпитого бокала я просто потеряла сознание и вот… То есть у вас просто отторжение алкоголя? Страх. Да, у меня просто среагировало… Это вам Господь вот на всю жизнь вперед дал такое предупреждение. А чего? Вы-то не пьете, не пейте, пожалуйста, а другие-то в чем мешают? Нет, почему? А зачем же другим-то пить? Это гадость и зло. Да я не правила, она Новый год. Евгения ведет здоровый образ жизни. Прикупить, конечно, но к крепкому алкоголю я категорически… То есть вообще, даже не рюмочки. Ну да, действительно, судьба. Я дала такой знак, что пить больше не стоит. Зверюшку бери давай, бери зверюшку. И на ней написано. Вот я английский не знаю, не могла прочитать. Хагми. Хагми. Обними меня. Чего нужно обнимать? Что? Обнимать? Да. Обнимать. Кстати, Лиза, а ты можешь сказать, извините, я посторонних мужчин еще пока не обнимаю. Да что ж ты помолчи немножко, она хочет, может быть, обняться. Знаете, в связи с моей профессией мне приходится обнимать мужчин и женщин каждый день. Если ты хочешь, ты можешь обнять, если не хочешь, просто заберешь игрушку. Хочешь обнять мужчин? Конечно, я хочу обнять. Ну, обнимай. Спасибо большое. А для сюрприза мне нужно переодеться. Долго? Две минутки. Это же спортсменка. Сейчас быстренько. Как ты думаешь, она ему понравилась? Ну, по впечатлениям экрана. Думаю, что да. Я сейчас покажу тебе свое любимое упражнение и мне понадобится твоя помощь. Смотри, ты должен сесть коленями. Прижать тебе коленями ступни, да? Ступни. Не больно тебе будет? Нет, мне не будет больно. Точно? Да. И немножко пошире ноги. И поехали. Держи крепко. А, ты хочешь встать? Конечно. Я думал, ты пресс качаешься, пожалуйста. Оп. Ну, вот и помощь мужчины. Кустица оказалась, кстати. Качание пресса. В этом упражнении работает не только пресс, но и ноги. А так ты вот так животом прижмись и вылетай на колени. Хорошо. Спасибо большое. Евгения, я продемонстрировала тебе свою физическую форму, а теперь ты продемонстрируй мне свою. И подними меня на руки. Так. Взялась? Крепко. Проходите, девочки, в свою комнату. Спасибо большое. Отличный сюрприз. Так сильный. Я думаю, она его сразила, покорила этим. Может, это наповал. На все сто, да. Ну что, друзья мои, впечатления какие, Елизавете? С большим уважением всегда отношусь к целеустремленным людям. В данном случае речь идет о спорте, конечно же, да. Но, с другой стороны, очень настораживают меня всегда участники любовных треугольников. Жених ничуть не хуже, чем на фото и на видео. В реальности даже лучше. Послушайте, вашему брату уже пора просто на погост ходить и выбирать место. Ну честно, вы просто прогулились привыкать. Да, да, да. Да? А ей всего 26 лет, у них разница 20 лет. У него было 157 браков, он сидел в тюрьме. И вы вдруг, девочки, от того, что она полюбила когда-то женатого, говорите, как-то мне это смущает. С ума, что ли, сошел? Ну, мне девушка понравилась. Еще бы. Она, у ней, очевидно, у них богатый внутренний мир, то есть ее, как сказать... Не будет сидеть у вас на шее, она не будет мечтать о курочках. Она способна любить. Я бы сказал, что, наверное, она будет способна любить. Ему понравилось, да, кажется? Мне понравилось, понравилось. Смотри, у меня руки прям дрожат. Роза? Ну, Лиза, конечно, мне нравится. Сейчас она подрастерялась, может быть, вы производите еще впечатление, но вряд ли она выйдет замуж за мужчину, который ей в отце годится. У нее прекрасное, хорошее воспитание. Я думаю, что родители станут в позу. Раз Елизавета пришла на программу, и у нее есть желание выйти замуж, и она обратилась к нам, значит, все возможно. Тоже отговаривать не будем. А что, звезды? Я считаю, что история общения с женатым мужчиной, в отличие от Ольги, в случае Елизаветы, четко в ее описании была похожа на историю любви. У нее земная Венера, она привыкает к людям. Она действительно привязывается. Ей правда было сложно его отпустить. Видите, она, на мой взгляд, была довольно убедительна в том, как она рассказывала о себе. Если уж говорить о неприятных каких-то моментах, связанных с тюремным заключением, я думаю, что эта девушка стала бы ожидать своего молодого человека из этих самых мест заключения, если бы с ним случилась какая-то вот такая неприятная история, как с вами. Это очевидно. Но у нас еще есть одна невеста. Проходите, знакомьтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Евгения. Я неоднократно бывала в Праге. Пойдемте пообщаемся. Очень приятно. Как вас зовут? Татьяна. Татьяна. Это для вас. Спасибо. Татьяна. 35 лет. Дизайнер интерьеров. Имеет свой бизнес. Увлекается гастрономическим туризмом. Любит готовить, но не любит мыть посуду. Мечтает о красивой свадьбе на островах. Татьяна отменила свадьбу с возлюбленным, находясь на седьмом месяце беременности. Надеется, что Евгений найдет общий язык с ней и с ее ребенком. Здравствуйте, девочки. Прямо весна-весна. Уже смотрю, тюльпанчики такие. Да, это для вас. Разрешите вам подарить букеты весенние. Отгадайтесь цветом. Веселись. Ой, он еще и паспорт. Лариса. Нет, нет, нет. Спасибо. Симпатичная, правда? Она очень молодо выглядит, но не выглядит на свои 35 лет. Я понимаю, что должно было произойти в организме беременной женщины, чтобы она отказалась выйти замуж. Да, ситуация... А вы чем руководствовались? Я-то знаю. Да. Просто одна консультация к психологу или маме, которая на кухне промывает мозги и все, и рассказывает вам про гормон, который... Наверное, да. Да, отчасти вы правы, но происходили некоторые моменты, которые мне было достаточно сложно принять и понять. Вы забеременели от любимого мужчины? Да, да. У нас была любовь, он мне сделал предложение. Бельгиец? Да. Он бельгиец. Я жила в Бельгии какое-то время. Сделал мне предложение, я его приняла. Затем наступила беременность. Собственно, я уехала в Россию собирать документы, потому что брак должны были там зарегистрировать. Вот. И по приезду мой любимый как-то достаточно странно меня встретил. Хотя нет, не холодно, ничего. Но просто вот, допустим, он привез меня в квартиру полную там, простите, мусора. И как-то все было вот... Ну, видно, что не подготовился, это мягко говоря. Я однажды приехала домой, где мой сын оставался с мужем в течение недели. Я открыла дверь и заплакала. Я уже рассказывала об этом. Потому что мало того, что было заставлено все посудой, они в последний день пили кофе из бульонных вот таких вот чашек для супа и из тарелок. А у меня много посуды. Когда я попыталась одну взять кружку, чтобы ее помыть и выпить кофе, она всегда так. Слушай, ну все же посудомойка есть точно. У меня есть посудомойка, у меня есть все. И у него есть посудомойка. Только не ходили куры по дому и гуси, и не ползали змеи. Это был такой кошмар. Это человек 50 должны были в течение месяца вот этим всем пользоваться. Но я выматерилась, конечно, потом позвала подругу, и мы с ней навели порядок. Это не может стать поводом, чтобы я вдруг взяла его и идиота такого, который мне устоил, бросила. Ну, самой нужен. Ну, что за глупость какая-то? Ну, Тань. Была вот такая вот кухонная столешница, которая длиной практически 5 метров. В его доме, да. Да. Она была просто покрыта... Презервативами использованными. Если нет, тогда остальное... Ну, струстные, наверное. Я считаю, что она рассказывает глупости, что квартира была не убрана, и поэтому это послужило поводом. Вы оставили ребенка без отца, без уважительной причины, потому что для меня грязная посуда... Ну, то, что он... Хорошо, я забеременела, мне приходилось тянуть все на себе. Ведение родов за границей у меня не было, как сказать, вида на жительство на тот момент, да? Так если вы ему отказали... Я все, все, все делала, это сама. Я же не то, что приехала... То есть вам приходилось финансировать беременность? Да, то есть это не было так, что я приехала... Тогда бы назвали это причиной, вы же умолчали. Я все везла в итоге на себе. И, конечно, ну, спустя энное количество времени я подумала, а зачем? Что одной легче? Это причина. Ну, действительно, по факту получилось так, что одной действительно... Когда я с первым мужем развелась, в Царство Небесное, я тоже поняла, оказывается, у меня куча денег. Оказывается, я высокооплачиваемая артистка. Потому что он был наркоман, и все было как в пропасть. А я, как честная провинциальная жена, все в общую копилку. Только получала, что только работаю только я. Понимаете, это был кашмар. Думаю, как, оказывается, одно и хорошо. Мне столько... Мало того, я перестала нервничать, заходя в магазин, что я могу себе купить шубу с одного гонорара, и мне надо звонить и спрашивать, могу ли я это сделать. Все, вот это причина. Спасибо. У вас хорошая разница в возрасте, 10 лет. У вас ребенок. Вы же не против детей? Нет, конечно. А вы хотите еще одного ребенка? Да, я хочу детей еще. Ну, почему нет? Здоровый образ жизни. Ребенок будет с кого брать пример. Лень, я считаю, что однозначно она не мудрее тебя. В свои 35. Да, в свои 35. У вас остался один бонус, скелет в шкафу. Хотите узнать? Ну, пожалуй, да. А я нет, ну, я посмотрю. Потому что я любопытная. Так и нет никакого скелета. Да, действительно нет. Рассказала вам, как есть. Может быть, там какой-то скелет в шкафу все-таки есть? Просто она это не озвучила. А вы игрушку там вытащите с вопросом? Ну, что там, обнять, поцеловать, душить? Не обними меня. Все, обнять-то? Господи. Ну, может быть, вы меня обнимете, как-то девушки со мной. Она как-то очень странно разговаривает. Рауни, что-то с мимикой. Что-то с мимикой. Сюрприз покажете? Да. Проходите. Евгений, вы мне поможете в моем сюрпризе? Да, с удовольствием. Я просто... Я пару дней назад приехала из Таиланда. Привезла вам витамины, фрукты. Вы умеете разделывать ананас? Спасибо, да. Да? Давайте вместе это сделаем. Прям интересно. Вы так же это делаете, как и я. То есть вы один ананас разделываете, а я другой, да? Тайские сладкие. Надеюсь, вам понравится. Смотри, смотри, как он ловко это делает. Мы уберем мусор, а потом скажешь, как... А, нет, это было чистое. Мусор сюда. Да? Да. Пускай сюда, что мы у Евгения на столе, как у бельгийцев этого было. Даже за собой ананас очистки не убрал. А вы только один ананас нам или еще что-нибудь дадите? Роза, если вы хотите, могу для вас разделать манго. Да, мы очень хотим. Это значит, вы же гастрономическими турами увлекаетесь, да? Да, да. Это вот как раз из той самой серии. Да, да. Я из каждой страны пытаюсь почерпнуть что-то для себя новое, чему-то научиться, попробовать что-то действительно вкусное и интересное. Ну ладно, хорош, давайте уже есть. Слюна уже склепнула слюной просто. На мой взгляд, мои курочки были поинтереснее. Во! Вы друзья своим, а я ведущая. Как объединяет трубка. Спасибо, Таня. Мясо не доели. Давай поближе сюда. Спасибо, дорогая. Все, девочки, ваше время истекло. Идите в свою комнату, мы будем сплетничать. Все, спасибо. Обещаю говорить, как хорошее. Ребята, она безумно сексуальная. Вот этот рот, вот это что-то такое неправильное в этой фигуре, даже в этом росте есть столько манкости. Я, например, это вижу и считываю. Она очаровательная, ее хочется рассматривать. У нее хороший вкус, у нее есть свое дело, у нее масса достоинств. И потом, послушайте, ребенок такой маленький, вы можете стать отцом этой девочки. Ну да, ребенок и опыт, и у тебя плюсы есть. У других девушек, у других нет. Татьяна мне понравилась. У нее, конечно, есть уже опыт и позитивные, наверное, негативные отношения каких-то. В общем-то, да, чувствуется в ней вот этот стержень уже зрелой женщины. Конечно, он уже в ней есть. То есть она, наверное, сможет, конечно, свою семью в перспективе сделать такое. Потом разница в возрасте неубийственная. Чтобы она была. Ну да, разница в возрасте небольшая. Послушайте, мужчина, дайте я вам глаза открою один раз навсегда. Как молодым мужчинам не очень в кайф, если он не извращенец, спать с женщиной, у которой же покоцанное дряблое тело, то есть много старше его, так и молодым женщинам. Я тоже была девушкой юной. И когда за мной ухаживали такие дядьки, как вы, ну это только если много алкоголя или, ну там еще что-то, ну подружки рассказывали за что-то. Я даже ради ролей этого не могла себе позволить. Как бы вы за собой не следили, вы взрослый дядька, вам почти полтинец. А молодой девушке хочется молодого мужчину, чтобы вместе жить и вместе стареть. Не тешьте себя, не обманывайте себя, пожалуйста. Просто представьте себе, что с вами женщина, вам 45, а ей 70. Ну это крайность, понимаете, это крайность. В страшном сне. Почему? 20 лет разница. Жизненные реалии, они другие. Нет. 10 лет, я считаю, что это совершенно нормальная разница, особенно если мужчина старше. Поверьте мне, мужчинам спать со старой женщиной неприятно, и молодой женщине со старым мужчиной спать неприятно. Она это делает только ради чего-то. Поверьте мне, от вас так же по утрам неприятно пахнет, как бы вы, чем бы вы ни занимаетесь. У вас вставные зубы, у вас нет волос. Логика, конечно, своеобразная. Нет, мы просто вам говорим честно. Кто вам еще скажет эту честность? То есть у вас логика такая. У тебя есть деньги и возможность купить Порше, но купи лучше Ладу Калина, чтобы быть как все. Не покупай Порше. Нет, не так, чтобы вы не обольщались. Это я Лада Калина, что ли? Если со мной, например, хочет быть молодая женщина, зачем мне ее отталкивать от себя? Не надо отталкивать от себя. А я за отечественным производителем. Чтобы что? Ну объясните, сами себе ждут. Я говорю, что кто-то сказал, что да, вот молодец какой ему, 45, а партнерша 42. Ну если со мной интересно молодой женщине... Вы следите своих желаний, вы подумайте о ней, подумайте о женщине. Вот она, зачем она желает быть с вами? С какой целью? Ей это зачем нужно? У моей подруги был муж намного старше ее. И сын, ровесник моей подруги. И она говорит, слышишь, это две большие разницы. Когда приходил его сын, он, безусловно, здоровый. Говорит, вот он меня обнимает и другое тело. Поэтому давайте не будем исключать, да, что для женщины секс, ночь и вот это все так же важно, как для вас, мужчин. Вы знаете... Я даже уже сейчас не хочу ничего говорить. Да, вы очень хорошо выглядите. Последнюю фразу... Вы в прекрасной форме. Проблема, Лариса, проблема в том, что 40-летние женщины или 45-летние женщины выставляют абсолютно такие же требования, как девушки 28-30 лет. Абсолютно то же самое. Уговорил. Купи, свози, подари, заряди. Абсолютно то же самое. Поэтому лучше... Поэтому какой смысл... Убедил. Какой смысл... В этом смысле, да. Я сейчас не отобьянник. Но это абсолютно то же самое. Будут такие же требования, и все будет абсолютно то же самое, только не будет этой разницы в возрасте. Я, значит, рекомендовал бы все-таки Ольгу. Спасибо. Илья? Я соглашусь со вторым вариантом. С Елизаветой? Да. Ну, мне очень приятно, что его друг меня ему посоветовал. Конечно, никто не запретит. Выбирайте. Мне понравились все девушки. Я считаю, что они очаровательнейшие. Елизавета, и Татьяна, и Семи, и это право быть. Но вы как были, вот ментально с 90-х, вы таким и остались. Вы вот все здесь говорите о развитии, брат вам говорил о развитии. А где ваше-то, если я в начале программы говорила, будете жить до тех пор, пока грабли вас не убьют, на которые вы будете все время наступать. Нет, вы такой парень из 90-х, да? А я считаю, что свой сельскохозяйственный инвентарь в виде граблей, которых у вас достаточно, стоит держать, в общем-то, в определенном месте, ухаживать за ними, периодически смотреть и доставать, ну и как бы и жить с ними. Поэтому мне кажется, что Ольга достаточно хорошо подходит. Не стоит даже менять привычки, особенно же в возрасте. Поэтому именно с Ольгой вы дольше, собственно говоря, и проживете, в общем-то, ну и вам приятнее, слаще будет. Единственное, я бы сказала, минус, что он ниже тебя рост. Ну, я просто сегодня, наверное, на высоких каблуках. А так, я бы сказала, что вы очень достойно смотритесь. Вы, гороскопический человек с несколькими планетами в знаке близнецов, не тяготеете к отношениям длительным. Хотя первый ваш брак продлился достаточно долго, вот, наверное, за него и надо было держаться. Я не вижу здесь женщины, которая вам подошла бы идеально с точки зрения гороскопа, но иногда, я в практике это наблюдаю, знаки, которые стоят рядом, неплохо понимают друг другу, потому что один как бы вытекает из другого. Иногда знак следующий, по ходу прямо знаков зодиака, помогает знаку предыдущему. Ну, например, часто уживаются вместе тельцы и близнецы, потому что, ну, из них выходят более крепкие пары, или там львы и девы. В вашем случае, овен и телец, мне кажется, вы неплохо способны ужиться именно с Ольгой. Я рекомендовала бы ее. В любом случае, мы вас поддержим, кому бы вы не пошли. Удачи! Если все получится, будем считать, что не зря работаем. Спасибо. Проходите. Вот у вас наверняка есть подружки одинокие. Вы бы хотели, чтобы они соединили жизнь с Виктором? Вы знаете, он неплохой, он надежный. Это самое главное. Конечно, вся его история жизни это подтверждает. А ты обратил внимание, вот когда ты задаешь вопрос с Ватьяма, да, особенно с женщинами, то вы хотели бы, чтобы ваша... Они все делают заднюю скорость. Всегда заднюю скорость. Я предлагаю всем выйти и поддержать Евгения. Ольга, я все-таки решил отдать тебе свое такое символическое сердце. И все-таки надеюсь, что в марте мы уже будем вместе кататься в Альбах. Очень приятно. Я надеюсь, вы сделали правильный выбор. Я в этом даже уверен. У нас есть пара Евгения и Ольга. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, проживемся. Удачи!